Что с этим будет делать та же самая Европа, которая вместо лечения этого страшного заболевания на территории Украины способствует его разрастанию. Потом же опять к нам прибегут, как они сейчас прибегают с теми проблемами, которые создавали сами в 90-е годы на нашем Северном Кавказе. Заберите, говорят нам западники, тех, кого они же сами, тогда в пику нам, принимали у себя как героев, давали виды на жительство, пролонгированные визы или сразу гражданство с паспортами, выделяли пособие, называли борцами за демократию, свободу, прокручивали на всех площадках общественно значимых. А теперь прибегают и говорят, заберите, пожалуйста. Ну, пожалуйста, редко говорят. Просто заберите. Мы не знаем, что с ними делать. Мы слышали, у вас есть возможность как-то на них оказать влияние. Ну, подождите, вы же сами у себя в Западной Европе, в Северной Европе насоздавали буквально анклавы диаспоральные, собирая там отъявленных террористов, отъявленных или пособников террористов, или людей явно экстремистских воззрений. Вы сами создали питательную среду для размножения этой идеологии. Мы-то тут теперь при чём? Вы же нас тогда 10 лет буквально терроризировали своими оценками, происходящие на Северном Кавказе, говоря о том, что мы там якобы душем свободы. Интересно, правда? Будет так же и с этой ситуацией. Пройдёт пару лет. Они уже задыхаются от того, что сотворили сами, создав условия для миграционных потоков. Я сейчас не говорю про Ближний Восток, только про Украину. Не контролируя действия людей, которые оказались на территории стран Европейского Союза с территории Украины, наделяя их не просто финансовыми возможностями, но самое главное, буквально внедряя в них, насаждая ощущение абсолютной вседозвольности и безнаказанности. Но ведь можно просчитать, что будет дальше. Мы-то знаем. Знают ли об этом граждане Европейского Союза? Я вас уверяю, нет.